Это ноябрьск 24. Здравствуйте. И сейчас о наиболее заметных событиях к этому часу. Большой ремонт, когда начнется реконструкция честных и как источных. Вот получаются речные. Мужчины или женщины. Сколько человек в ноябрьске близится к вековому юбилею и кто живет дольше. И в лес за добычей. С 1 октября можно охотиться на песца и андатру. Ситуация с компанией Вимави остается в центре внимания. Напомню, с 16 октября перевозчик окончательно перестанет выполнять перелеты. Сегодня под угрозой оказался отдых нескольких тысяч туристов. На помощь им приходят другие перевозчики. Так, например, 440 пассажиров Вимавиа на курорты Анталии уже доставили самолеты компании Ямал. Обратно рейсом Анталия-Москва вернутся также 440 человек. Ямальский перевозчик одним из первых откликнулся на просьбу Министерства транспорта оказать поддержку людям, попавшим в сложную ситуацию. Как сложится судьба пассажиров Вимавиа, летающих из Нижневартовска и Нового Уренгоя, пока не ясно. Рейс из соседней Югры в Анталию, который должен был состояться в октябре, уже отменен. В аэропорту Нового Уренгоя рассказали о четырех направлениях, по которым авиакомпания выполняла рейсы. Все они тоже чартерные и стояли в плане на следующий месяц. Их судьба пока неизвестна, а расписание полетов еще формируют. Канализационное очистное сооружение Ноябрьска капитально отремонтирует. Проект реконструкции уже разработан. Осталось получить государственную экспертизу и разработать рабочую документацию. Когда начнется реконструкция и как источных вод получаются речные, знает моя коллега Юлия Морева. Мытье рук или посуды, принятие души или ванны. На все это городской житель ежедневно тратит десятки литров воды. Каждый день 23 тысячи кубометров жидкости сначала попадает в канализацию города, а потом на очистные сооружения. Первым делом стойки в Сосево-Ноябрьска поступают сюда, в здание приемных камер. Здесь нечистоты и проходят через многочисленные решетки, которые задерживают то, что по-хорошему жителям города не стоит сливать в канализацию. Нежелательно скидывать изделия из тканей. Вообще просто нельзя их скидывать. Потому что, мало того, они даже сюда доходят. Пройдя несколько канвесов, где также стоят решетки, задерживающие эту ветошь. Но все равно проходит ветошь, и также она может засорить самотечную канализацию. Ну и когда приходит сюда, она тоже не способствует улучшению качества очистки. Также не стоит в унитаз выливать песок, высыпать. Следующий этап – один из самых ответственных. Биологическая очистка. В этих больших бассейнах, которые называются «эротеньки», живут миллионы микроорганизмов. Для них созданы настоящие тепличные условия. В бассейне подается кислород, поддерживается оптимальная температура и влажность. Делается все, чтобы бактериям было комфортно. Чем больше организмов, тем лучше для нас, для очистки воды. Какие-то бактерии очищают, поедают это все. Инфузории, допустим, это очень большой плюс. Свободно плавающие у нас тоже их подвидов очень много. Тоже большой плюс. После того, как поработали бактерии, стоки еще несколько раз фильтруются и обрабатываются хлором. Эти две пробы воды демонстрируют весь цикл очистки. Что называется, почувствуйте разницу. Вода до и после. Отработанная вода сливается в реку Янгаяха. Как говорят в энергогазноябрьске, по многим химическим показателям она даже превосходит речную. Вот только до требований к ведению рыболовного хозяйства она пока не дотягивает. Проектирование и разработка этого метода очистки еще была у нас в далекие 70-е. Это вообще в 80-м утвержден проект, построили. Сейчас у нас в воде уже очень много присутствует фосфатов. Это наши моющие средства. Наши очистные не рассчитаны, чтобы убирать такое количество. Ну вот у нас идет превышение по ним, как это получается. Эту проблему и должна решить реконструкция. После всех работ в Ноябрьске будет внедрена современная технология очистки стоков. Будет еще стадия очистки, это как реагентное хозяйство, флотация, обезвоживание ила. И также ультрафиолетовое обеззараживание вместо гипохлорита натрия. Кварирование, оно на вирусы не действует, ну никак не обеззараживает. Потому что сейчас вирусы мутируют и всякое это. А ультрафиолет, он как, уничтожает сам атом вируса, разрывает его. Проект реконструкции уже разработан. Его предварительная стоимость 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Впереди государственная экспертиза и разработка рабочей документации. По плану капитальный ремонт канализационных очистных сооружений должен начаться в 2019 году. Юлия Морева, Наиль Нафиков, ноябрь с 24. Долг платежом страшен. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд. Выявляли нарушителей, которые не привыкли платить по счетам. От правосудия не скрыться. Стражи порядка проверяют каждого по базе. Если неуплаченные штрафы есть, то наказание неизбежно. Только в текущем году удалось выявить более 2,5 тысяч таких граждан. Причем из них 287 человек были приговорены судом к административному аресту. За неуплату штрафа в установленный законов срок предусмотрена административная ответственность. В виде административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, обязательной работы на срок до 50 часов, а также административный арест срок до 15 суток. 1 октября день пожилых людей. В Ноябрьске сегодня проживает более 30 тысяч пенсионеров. Примечательно, что большинство из них и после выхода на пенсию продолжают вести активную жизнь. Участвуют в городских мероприятиях, занимаются спортом и творчеством. С активистами КАМУЗА познакомилась моя коллега Оксана Звичукова. Пенсионер Александр Тимофеев пришел в спортивный комплекс «Зенит» после второго инсульта. И уже 4 года, 5 раз в неделю занимается здесь со своим инструктором. В результате усилили многочисленные победы в городских соревнованиях по различным видам спорта. А главное, активные тренировки помогают заниматься любимыми охотой и рыбалкой. Я вообще не мог ходить, ничего. С тросточкой ходил. А сейчас уже двигаюсь самостоятельно. Успехи большие. Для людей пенсионного возраста самые основные тренировки – это в кардиозале, кардионагрузке. Для разминки суставов, для дыхания и всего прочего. Тяжелые, конечно, силовые тренажеры я бы не советовала, только в отдельных случаях. А так кардиозал всегда открыт. Психологи говорят, пенсионный возраст – это период, когда люди открывают в себе новые возможности. Именно в это время появляется много свободного времени. Главное – не замыкаться на себе и детях. Специалисты советуют больше общаться с внешним миром, путешествовать, найти увлечение по душе. Многие думают, что выход на пенсию – это какой-то конец жизни. Но на самом деле это новый этап, начало, и вы можете также активно его проводить. При этом у вас освобождается достаточное количество времени. Поэтому очень хороший совет, наверное, всем людям – соблюдать режим дня и вести планирование. Планирование дня, планирование недели, месяца, года. То есть какие-то большие даты себе строить. Любовь Большагина всю жизнь занималась художественной самодеятельностью. И с выходом на пенсию увлечение не забросила. Семь лет пела в народном академическом хоре. Переезд в Ноябрьск стал новой вехой в жизни. В этом году конкурс «Пенсионер года» пройдет уже в 12-й раз. Сквозной темой всех этапов станет «Золотая осень». Пять участниц покажут свои таланты во время визитки, исполнения танца и песни, сделают поделку. Кроме того, организаторы придумали и новые испытания – интеллектуальные. Конечно, каждая участница не останется без подарка. Мы приготовили денежные сертификаты. Главный приз – это 7 тысяч рублей. И остальным участницам тоже достанутся такие полезные подарки. Увидеть конкурсантов и поболеть за них приглашают всех желающих. Пенсионеры этого года назовут 1 октября. Конкурс начнется в 14.00 в центре досуга «Нефтяник». Оксана Зычукова, Сергей Павлов, Наиль Нафиков. Ноябрьск, 24. По данным Пенсионного фонда, сегодня в ноябрьске 41 житель города перешагнул 90-летний рубеж. Среди пенсионеров – долгожителей, преимущественно, женщины. Мужчин – только трое. Самый возрастной – 97. Тех, кто разменял девятый десяток – 350 человек. И здесь женщин тоже больше – 272. Дмитрий Кобылкин в числе самых эффективных глав регионов. Эксперты «Менченко Консалтинг» опубликовали рейтинг устойчивости губернаторов по итогам сентября. В первой тройке губернатор Ямала, эксперт, отмечают лидерский политический менеджмент главы нашего региона. У него высокая поддержка респондентов. Также в числе бонусов – экономическая привлекательность территории и большие проекты, реализуемые здесь. В первой тройке вместе с Кобылкиным мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Тульской области Алексей Дюмин. Все они набрали по 19 баллов из 27 возможных. Российские железные дороги проводят совместную акцию с Минздравом. Они проверяют пассажиров на ВИЧ-инфекцию. Узнать свой ВИЧ-статус могут и жители Ноябрьска. Окружной центр профилактики и борьбы со СПИДом присоединился к акции. Она проходит в тех регионах России, в которых отмечен высокий уровень ВИЧ-инфицированных. Это Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области, а также Ханты-Мансийский округ. Там специализированный поезд уже побывал. На Ямале же уровень заболеваемости в 32 раза ниже, чем в среднем по УРФО. Присоединиться к акции – это инициатива округа. Она связана с тем, что в северных городах много вахтовиков из других регионов. А по данным спеццентра, более 300 жителей нашего города – переносчики ВИЧ. На городской вокзал спецпоезд прибудет в понедельник в 8.30 утра. Тестирование могут пройти все желающие. Процедура анонимна и бесплатна. Будет проводиться также забор крови, тестирование на ВИЧ-инфекцию с 8 часов утра до 13 часов дня. Также будет проводиться тестирование в самом составе. То есть наши специалисты в специальном оборудовании будут проводить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Будут проводить также профилактические беседы. Госавтоинспекция города советует не затягивать со сменой авторезины. На дорогах из-за ухудшения погодных условий ожидается гололедица. И к ней нужно быть готовым, прежде всего для собственной безопасности. Поэтому необходимо своевременно заменить шины по сезону. При управлении транспортным средством быть предельно внимательным и осторожным. Особенно в местах расположения пешеходных переходов. Необходимо соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, а также боковой интервал. С 1 октября можно охотиться на песца и андатру. Добывать их люди с ружьями смогут до начала апреля. На другие виды пушнины, такие как заяц-беляк, лисицы и волк, сезон открыт еще с середины сентября. Также продолжается охота на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичь. На все виды животных и птиц, разрешенных для отстрела, в округе установлены нормы добычи. Это означает, что охотник не имеет права за весь сезон, к примеру, добыть более 30 зайцев. На сегодня в Ноябрьске выдано около 1100 разрешений на охоту. Из них на пушнину всего 23. В службе по охране биоресурсов говорят, дело в погоде. Того же зайца выследить сложно, пока не выпадет снег. Свежие овощи, мясная и молочная продукция, рыба, мед и даже лекарственные травы. Сегодня в Ноябрьске открылась ярмарка тюменских производителей. Торговые палатки разместились на площадке между многофункциональным центром и спортивно-оздоровительным комплексом. Горожанам свою продукцию представили 10 производителей. В Ноябрьске они привезли не только вкусные и свежие продукты питания, но и теплые вещи, пуховые платки и валенки. А быть войлочную обувь на ярмарке можно и взрослых, и детей. Самокатки производят в Галышманово, они толще, чем заводские валенки, и теплее. Работать ярмарка в Ноябрьске будет всего два дня. Они производятся без кислоты, соответственно, их можно носить на босу ногу. Шерсть, она очень лечебная. Она лечит и артриты, и нормализует давление. Поэтому вот тапочки мы всегда предлагаем пожилым людям, чтобы не мерзли ноги, чтобы нормализовалось давление. Дальше сами валенки, они очень теплые. Вот если мы возьмем, посмотрим, они даже немножко жестковаты за счет того, что они хорошо свалены. Холодает с каждым днем, самое время задуматься о теплой одежде. Шубы из натурального меха – лучший выбор. А сделать его можно на выставке продажи шуб от фабрики «Русский мех». О покупке новой шубы Лариса Петрова задумалась еще два месяца назад. За это время успела пройтись по всем магазинам города. Однако нужную модель и размер смогла найти только здесь, на втором этаже торгового дома «Украина». Здесь понравилось больше всего и выбор, и качество. Мех очень хороший, много шуб перемерила. Приемлемые цены, все чипированное. Мне нравятся здесь шарфики, шапочки. Все здесь с капюшонами шубы есть. Мех разнообразный. Очень мне понравился отдел. Меховые изделия привезли в Ноябрьск из Пятигорска. На выставке представлены более 500 наименований – шубы из норки, бобра и каракуля. Здесь каждый найдет свой размер. Модельки разные, как пончо, летучая мышь. В моде сейчас разноцветные шубки идут, цвета разные. На фабрике «Русский мех» за качеством тщательно следят. А проверить происхождение шубы сможет любой желающий с помощью мобильного телефона. У каждого изделия есть свой QR-код. Шубки качества должны быть обязательно расшиты. Люди должны обязательно на это смотреть. Шкурка идет цельная. Самец, он идет самый теплый мех. У нас в основном шубки из самца. И шкурки идут именно спинки. Мех цельной идет. Для покупателей есть и приятные сюрпризы. Например, купив шубу за наличные деньги, вы получите шапку в подарок. А если принесете свою старую шубу, то получите хорошую скидку на новую. Александр Хатипов, Сергей Павлов. Ноябрь 24. Далее в нашем эфире прогноз погоды, новости культуры и спорта. Не переключайтесь.